Здравствуйте, дорогие зрители! С вами канал Брошь об Израиле и я Шуламид. Я пришла к торговому центру Кирион, который находится в краю от Кирет-Бялике. И сейчас я зайду и, конечно, возьму вас с собой. Ну, наверное, этот влог будет интереснее для женщин. У меня есть цель. Я буду искать себе платье. Я всё время хочу перейти на платье. Так получилось, что я в основном ношу брюки. Платье, конечно, у меня есть, но их немного, и они не на каждый день как бы. Ну, вот мне хочется что-то каждодневное, летнее. Пока лето ещё не закончилось и можно что-то купить, я сейчас пройду по тем магазинам. Ну, в основном это сетевые магазины, где продаются платья. Конечно, есть маленькие небольшие магазинчики, бутики, где можно иногда купить что-нибудь особенное. Но это значит, что я должна по жаре таскаться по улицам, по этим магазинам. А тут я зайду, и будет кондиционер, и я не буду страдать от жары. Ну, жара относительная. Сейчас днём 32 градуса. Ну, давайте пойдём, посмотрим, что же там нам продают. Чувствуется приближение осени. Видите, открыли тут прямо рынок такой к учебному году. Не возвращаемся к учёбе без Кравица. Кравица – это известная сеть, где всё для школы, канцелярские товары и так далее. Вот мой любимый магазин «Крэйзи Лайн». Сейчас мы туда зайдём. В этом магазине я покупаю со дня его открытия. Наверное, лет 25 или больше назад он открылся. А видите, эту очередь, которая находится перед этим магазином? Это на проверку. Проверка тесты на сами знаете что. Ужас, какая очередь. Напоминаю, смотрим только платье. Вот первое платье. Ну, я всегда с рукавчиком каким-то люблю. Вот я вижу 48 размер. Наверное, великовато будет. 199,90, но сейчас скидки. Так что, наверное, оно будет порядка 150 шекелей или дешевле. А начальная цена была 369. Ну, это явно вискоза. Такое же зелёненькое. Я не против тёмного цвета, но этот мрачноватый. Депрессивный даже, я сказала бы. Материал, мне кажется, вообще полиэстер. И стоит оно сейчас 149 шекелей. Но это, конечно, после скидки. А вот это трикотажное из вискозы. Цвет как будто выгоревший. Тоже 149. Вот магазин Хагара. Давно в нём не была. Посмотрим, что там. Ну, вот тут такие платьица висят. Они, как сговорились, 149 шекелей. Несколько расцветок. Довольно простой фасон. Ну, вот это немножко повеселее. Ну, скучноватые они. Ну, что я могу сделать? Довольно длинные. Я люблю длинные. Сейчас посмотрим, какой материал. 94% вискоза. Это неплохо. Для нашего климата вискоза очень подходящий материал. Я зашла в Машбирлы Цархан. Это универмаг, который есть в любом торговом центре. Обычно он двухэтажный. Я еду на второй этаж. Там женская одежда. Пунт Рома. Пунт Рома – это один из тех магазинов, где я иногда что-то покупаю себе. Он не дешёвый магазин, сразу говорю. Так что, кто экономит, сюда, наверное, ходить не стоит. Но я не экономлю. Мне главное найти то, что мне нравится. Здесь много элегантных и хороших вещей, но очень трудно себе что-то найти. Посмотрим, есть ли тут платье. Вот такое платьице. Не скажу, что я в восторге. Просто показываю, что есть. Даже размер не посмотрела. 399 шекелей. Но написано сейчас сэл от 40 до 50 процентов. Скидка, так что дорого не будет. Состав ткани приходится буквально в недрах платья разыскивать. Но я упорная. 100 процентов полиэстер. Ещё не хватало для нашего климата. Да ещё за 399 шекелей тоже платье из полиэстера. Хотя, по ощущениям не скажешь. Но полиэстер есть полиэстер. И стоит оно 599 шекелей. Ну, половину надо снимать. Но я считаю, что это не стоит таких денег. Это платье довольно неплохо выглядит. Хотя не мой цвет. Даже белый кожаный поясок есть в платье. 499 шекелей. 100 процентный полиэстер. Представляете? Да что это они? Ещё одна платьица из полиэстера. Окончательно разочарована. И 500 шекелей. 499. Ну, опять же, за полцены сейчас всё. Это уже Тиффанис. Это ткань уже получше, конечно. Не полиэстер. Тут вискоза с чем-то. И стоит оно 399, но здесь тоже сейл. Вот такой ещё есть цвет. Это я уже в Эйчинде. Вот такой платьице. Стоит 99 шекелей из вискозы. Зара. Зара. Смотрите, как делают пирожное. Забыла, как называется. Это, по-моему, венгерское происхождение. Называется оно кьёртуш. Как-то так. Вот так его нанизывают, обматывают. И потом его запекают. Вот тут вот. И потом можно его начинить чем-то. Манго. У нас в Кирионе тоже открылся КФС. Кого интересует, это на втором этаже около кинотеатров. Ну вот и пришёл конец моему краткому обзору. Конечно, я зашла не во все магазины, а в те магазины, которые, ну, как бы больше мне должны подходить. С ней чайвошеньки. Какое-то запустение после всемирного насморка. Ощущение, что какой-то упадок. Может быть, случайно мне не повезло. Может быть, потому что уже сейл, уже конец сезона. Многое распродано. Съезжу как-нибудь ещё в Гранд Каньон. Это самый большой, наверное, один из самых крупных торговых центров в Израиле. Он находится в Хайфе. Съезжу туда, посмотрю, что там. Там обычно выбор всё-таки больше. Больше магазинов. Есть сети некоторые, которых нет тут. Ну, правда, бывает случай, что и наоборот. Во всяком случае, сейчас тут идёт какая-то жуткая перестройка. Некоторые магазины даже не работают. Но, тем не менее, я очень разочарована. И мне не нравятся те вещи, которые я увидела. Мне они не нравятся. И расцветка не та, и узор не тот, и фасон не тот, и материалы не те. В общем, ужас. Кое-что даже померила. Даже показывать не буду, потому что ничего хорошего. Как коровье седло примерно, скажу вам. Честно и откровенно. Ну, вот полное разочарование. Ну, я, конечно, съезжу ещё в Тель-Авив. Там, например, есть КОС, есть сети, которых нет тут. Так что я надеюсь, что ещё вам покажу что-то более интересное, чем у меня получилось сегодня. Ну, лучше хоть что-то показать, чем ничего. Правда ведь? На этом мы заканчиваем сегодня. Будьте здоровы, берегите себя. И до скорых встреч. И скажите мне, какое ваше мнение о том, что я вам показала. Продолжение следует...